Слова Всевышнего Аллаха, где Господь говорит Всевышний Аллах приказал женщинам, сказал Находитесь у себя в домах, то есть не выходите без нужды из своих домов И не наряжайтесь так, как наряжались во времена первого невежества Или же не ведите себя так, как вели себе люди во времена первого невежества То есть получается, Баракулуфикум, выходить из дома, это проявление чего? Джагилии А мы видим, Шейх сказал, Баракулуфикум, что все, что Всевышний Аллах приписал к Джагилии Все это является порицаемым И этого следует сторониться мусульманам И также сказал, не наряжайтесь, как наряжались во времена первого невежества Или же не ведите себя, как вели себе женщины во времена первого невежества Давайте посмотрим, что относится к Джагилии И есть ли это в наши времена в отношении этого аята Муджагид сказал, Джагилия или Табаруч Табаруч, Джагилия, Тиль Уля То есть наряды первого невежества Это когда женщина выходила и шла перед мужчинами Это и есть Табаруч, времен временный Джагилии То есть если женщина идет, и за тобой идут мужчины То ты попадаешь в этот аят Ты этим самым ведешь себя, как вели себя женщины во времена первой Джагилии И поэтому передается Бараклауфикум От сподвижниц пророка, салаллаху алейсалям Когда они шли по улице, они шли прижимаясь к стенам То есть вот эти маленькие улочки города Так что даже одежда одной из них цеплялась за стену А раньше же не были же такие штукатуры, за штукатурностью кирпичи и так далее То есть прижимаясь И вот наше время ты, сестра Даже если ты вышла в магазин Даже если ты вышла на рынок Даже если ты вышла, допустим, по какой-то своей нужде Как ты ходишь по улицу? Ходишь, как ходили женщины во времена первой Джагилии По середине дороги и так далее Там подобное Показываешь свои красоты Или же прижимаешься так, чтобы быть, насколько возможно, скрытой от чужих глаз Катада сказал, что времена поведения Времен первого университета Это кокетливая походка Любая женщина, которая носит каблуки Эта женщина ходит кокетливой походкой автомат И поэтому не только сюда проходит, что попадает сюда вопрос походки Любого поведения Все, в чем есть кокетство Это относится к поступкам времен первого Джагилии А даже разговор Мукатир ибн Хаян сказал Поведение времен первого Джагилии Это когда женщина накидывала покрывало на голову так Что были видны ее сережки и ожерелье на шее То есть женщины во время Джагилии, братья, ходили в хиджабе Но некоторые из них открывали сережки Мы сейчас видим в наше время Некоторые мусульманки одевают платок вот так вот И думают, что это является чем? Хиджабом Это и есть суть табар-руджа Суть разделья То есть суть, как сказать Суть наряда первого времени Джагилии Если видно сережки или видно что? Ожерель, если видно шею Женщина должна закрывать баракалуфикум Максимум у нас есть то Чтобы у женщины было лицо открыто Как об этом говорят большинство ученых Максимум, что можно открывать женщине Это лицо, что и кисти рук баракалуфикум И мы с вами разбирали на уроках О том, что разница между свободной женщиной и рабыней Было то, что рабыня Рабыни во времена Пророк Солса во времена сахабов Им было запрещено закрывать лицо так То есть одевать хиджаб так, чтобы было только лицо И поэтому рабыня, когда носила хиджаб У нее были вот так немножко волосы видно И вот так люди понимали, это рабыня или нет Рабыня в старые времена Женщины закрывали, например, все до кистей рук Или же даже бочь Рабыня, которая вот так вот ходила и так далее Поэтому, как мы говорим баракалуфикуму Кровь это не вода Кровь это не вода Если ты хочешь узнать у сестра О своих предках Были ли у тебя люди Твои предки почетные, свободные, мусульмане Или же ты из предков, из потомков рабов Посмотри, как ты одеваешься Если ты одеваешься, как рабыня Открываешь свои волосы Открываешь свои красоты Открываешь свои уши Открываешь свои шеи Открываешь свои руки и так далее Значит, ты из потомков кого? рабов скрывай происхождение своих предков если немножко как это стеснять от своих предков чтобы тебе никто на тебя не смотрел и не подумал что арабы не идет или потомка или же как-то внучка или правнучка рабов идет или как это на руси называлась крепостные крестьяне то есть суть рабов правильно или нет варков если же ты закрыты даже в наше время варак лауфику мы знаем как одевались раньше люди то есть короли их жены и так далее там подобно даже есть фотографии есть она в интернете австрийский король христианин с женой своей это начал 20 век она полностью закрыта даже в парадже вот так вот барак лауфиком потому что королева принцесса это как жемчужина видели что кто-нибудь жемчужину нас на землю бросал на поле в чем хранят жемчужину всегда хранят либо за какими-то стенами либо же хранят в сейфе и так далее там подобное поэтому вот это братья как мы видим в тафсире то есть когда женщина выходит и ходит перед мужчинами когда женщина выходит без причины на улицу когда женщина ходит кокетливой походкой когда женщина открывает свои красоты все это называется табар руч нарежи нарежена наряд времен первой джагилии и как мы видим из темы здесь барак лауфикум всего этого стороне не следует сторониться и поэтому пророк салаллаху алейхи вассаляма сказал что есть два вида людей которых я не видел но они не войдут в моей общине но они не войдут рай и одна из них сказал что аль-кассият кассият уль-арья женщина одета и раздета гол как это одетый раздет учен сказал что вроде бы как будто бы она хиджабе на самом деле есть ее хиджаб не соответствует шариатским нормам а шарианская норма хиджаб это что чтобы парк лауфикум 1 не было обтягивающей одежды 2 барак лауфикум чтобы она закрывала все тело кроме лица и рук и по мнению некоторых даже человек обязан ученых обязана закрывать и лицо парк лауфикум третье чтобы не было обтягивающим чтобы закрывала все тело то есть не было прозрачным чтобы не было было фигуры женщина видно bar 3 чтобы не было уподобление неверующим женщинам и чтобы не было вызывающим вот это нормы шариата баркловик это нормы шариаты в отношении хитяб Продолжение следует...